Ну и мы возвращаемся в Россию. В Приморье энергетики не могут добраться до пяти населённых пунктов, чтобы восстановить электроснабжение. Дороги к линиям электропередачи размыты в Ольгинском и Кавалеровском районах. Там повалены опоры, оборваны провода, повреждения удалось рассмотреть только с вертолёта. При этом точное число населённых пунктов, которые остались без света, до сих пор неизвестно. Из-за тайфуна Лайон-Рог в Приморье выпала трёхмесячная норма осадков за несколько дней. Потопленными сейчас остаются больше трёх тысяч домов. Край МЧС готовится взрывать заиленные участки рек, ну для того, чтобы паводок смог пройти вниз по течению. Дело в том, что сейчас по местности не может пройти даже тяжёлая техника, а в регионе по-прежнему действует штормовое предупреждение. Там ожидают удар нового тайфуна Нам-Тэу. Он уже подошёл к региону вплотную со стороны Китая. Из тех районов, где ситуация наиболее сложная, тяжело больных жителей будут эвакуировать вертолётами, глава МЧС России Владимир Кручков распорядился создать специальный транспортный коридор. Сейчас полностью отрезанными водой остаются пять населённых пунктов Приморья, разрушены мосты и дороги. Пострадавшим от паводка жителям бесплатно восстановят все утраченные документы. Ну а завтра начнётся выплата компенсации по 10 тысяч рублей за потопленные дачные участки и по 25 тысяч за потерянные имущества. Это то, что выплатят в первую очередь, чтобы людям сейчас было на что жить хотя бы. Кроме того, тем, кто из-за стихии лишился части или всего, что было в доме, выплатят по 50-100 тысяч рублей. Всю красоту. Спасатели проверяют, мне пошли на димашку, поэтому на готовную технику он выверзал. Сейчас едем, вроде всё в порядке. Вот то самое место, куда дальше никто не может проехать. Даже попытались вот местные жители, однако автомобиль нас снял. Дальше, как вы видите, только река Павловка, которая родилась здесь на дороге. Мы едем к людям. А-а-а-а. Продолжение следует... Я выскочила, и на пятый день только домой пришла. На пятый день скотина гуляла, где попала. Вот этот дом в 56-м году родители мои построили. Никогда в жизни такого близко не было, то что творилось. Очень быстро, боюсь. Мне трудно. Здесь огород у вас был? В этой деревне Павловка живет 100, примерно 150 человек. Вот слышат шум гусениц. Люди выбегают встретить. Кто-то едет с детьми. Я убегала с воды. Мы просто заезли на крышу, и все. Заезли на крышу, и там воды нет на крыше. Вот здесь по пояс воды было, да? Аккуратно. Здесь из пятой вещи сушат. В принципе, не жалуются. Люди говорят, что удобно здесь даже спать. Но вот видите, я иду по этому чердаку и даже не пригибаюсь. Единственное, что очень доставляет серьезный дискомфорт, это огромные шершни, которые здесь же летают. Вот один из них. Она очень хорошая собачка. Это собака на досточке плавала? Да. На маленькой досточке мой муж пришел сюда и увидел, не спасал. Вот куры куча. Вон цыплята куча. Цыплята. Все пояс. Да, запах, конечно. Ну, вот тут. Оторванное идиное. Тут невозможно. Видите? Она вся пропитана. Да, так пахнет ужасно. Но все мокрое. Постали здесь, быть, в Sneаме. Знаете, PhD, мокрое, я иду. Ему в Пираме. Он двенят к большому делу зиму już пояснуется. Тут перевозuno на бомбете. С要 hunger. Парал Каупа, который борется кроточком с Мексовой студией стройềnатом, Продолжение следует...